Добрый день, дорогие мои зрители канала Кройка и шитьё с Галиной Коломейко. Сбылась моя мечта и открылась моя видеошкола, о которой я вам многократно рассказывала. И поэтому сегодня я хочу предложить вам первое занятие в этой видеошколе. Длится оно довольно-таки долго, до двух с половиной часов. И стоит 250 рублей. Чем отличается эта видеошкола? Она проходит в форме прямых эфиров. Здесь на ютубе два раза в неделю, один раз в неделю. В апреле мы работали три раза в неделю и прошли уже довольно-таки много. Но впереди у нас ещё огромный-огромный пласт работы. Это будет погружение в профессию. Если вы хотите реально научиться кроить сразу на ткани, или вы хотите научиться работать с одной примеркой, если вы хотите научиться шить достаточно добротно и качественно, я приглашаю вас к этой присоединиться к нашим встречам, к нашим занятиям. Потому что впереди у нас ещё очень и очень много. Повторяю, одно занятие участие стоит 250 рублей. Но работа будет достаточно глубокая и серьёзная. Что ещё хотелось бы сказать? Если вы хотите опять же подключиться к нашей видеошколе, вам нужно будет обязательно посмотреть первые пять уроков. И не просто посмотреть, а выполнить те домашние задания, которые там прописаны и которые я вам предлагаю. Шестое и седьмое занятие посвящено нестандартным фигуркам. Это тоже необходимая история для того, чтобы двигаться дальше. А все последующие уроки, они будут в определённой степени независимы друг от друга. Например, моделирование, изменение базовой конструкции. Например, занятие по брюкам и так далее. И так далее очень много у нас с вами тем, которые нужно знать для того, чтобы работать закройщиком профессионально достаточно хорошо и по-настоящему. Чтобы вам было легче, чтобы вы работали быстрее, качественнее и чище. Чтобы вы научились кроить сразу на ткани, чтобы вы работали с одной примеркой и чтобы вы получали от нашего нелёгкого труда удовольствие и радость. Как получала это всё в течение многих-многих лет моей жизни, до сих пор получаю я сама. Всегда Ваша Галина Коломейко, автор безлегального метода кроя. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите первое занятие. Итак, дорогие мои друзья, мы сегодня проводим первый урок в нашей школе кройки и шитья. Давно вам. Вас уже 31 человек здесь. Я буду вам всё рассказывать, показывать, общаться вживую. Как уж будет получаться, так получаться. Ну, во-первых, должна сказать, поздороваться с вами. Меня зовут Коломейко Галина Леонидовна. Значит, пожалуйста, прошу никого не волноваться. Мы только тренируемся, мы только учимся и мы волнуемся. Мне помогают ещё два человека. Прекрасная Елена Болгарина, без неё ничего бы этого не состоялось, низкий ей поклон. И Светлана Гасилова. Все трое мы пенсионерки. Мы сегодня открыли доступ, постарались открыть доступ не только тем, кто оплатил, но и тем, кто записался, и по каким-то причинам его оплата до нас не дошла. Кто-то делает ошибки в написании адреса электронной почты, и мы не можем отправить назад ссылку. По разным, по разным причинам. Я прошу всех вас не волноваться. Мы отправили доступ абсолютно всем, даже тем, кто не оплатил. Мне хотелось бы сказать, давайте будем уважительны друг другу, давайте в эти трудные времена помогать друг другу. Я буду помогать вам, вы будете помогать мне. И всё-таки, кто не оплатил и смотрит сегодня меня, и воспользуется вот этой всей информацией, пожалуйста, сделайте эту оплату. Больше возвращаться к этому не буду. Второе. То, о чём сегодня будем говорить, очень важно для вашего успеха, для того, чтобы у вас, мои хорошие, получалось всё так, как положено, так, как получается у моих очных учениц. Получается абсолютно у всех, независимо от скорости восприятия. Все мы с вами разные. Кто-то понимает и воспринимает информацию быстрее, как в любом классе есть разные ученики. Кто-то принимает и воспринимает информацию медленнее. Кто-то делает это совсем медленно. Я прошу вас не волноваться и не беспокоиться. Вы можете пересматривать вот эти видео столько раз, сколько вам понадобится, чтобы следом за нами повторять всё-всё-всё, что нужно вам выполнить, потому что у вас сегодня будет домашнее задание. Поэтому не волнуйтесь и не беспокойтесь, пожалуйста. Это нормально. Скорость восприятия у людей разная, и это нормально. Никто не плохой и никто не хороший. Я буду ориентироваться на человека со средней скоростью восприятия, поэтому кому всё кажется просто и понятно, потерпите. И тому, кто кажется не совсем сложно, не совсем понятно, будет, я думаю, более понятно. Так, вот это первая часть. Я тоже всё по листочкам планы себе набросала. Теперь вторая часть очень важная. Значит, смотрите, мы будем идти с вами по порядку. Настолько подробно и медленно, насколько это требует качества, вашего, ваших результатов, чтобы вы всё понимали и опираясь вот на это всё, могли потом выполнять эту работу. Поэтому после окончания этого первого занятия вам нужно будет записаться на курс, будет рассчитан, но минимум на 10 занятий. Минимум 10 занятий – это наша с вами работа, кропотливая работа, непростая работа, работа очень серьёзная и основательная. Поэтому, чтобы попасть на второе занятие, которое состоится 1 апреля, в среду, в это же время, нужно по окончании этого урока прямо сейчас перейти в kolomeika.ru. Это новый сайт, который сделала Елена Болгарина, через который мы будем с вами осуществлять все наши контакты. Второе – зарегистрироваться там на второе занятие и при регистрации обязательно правильно указать свою почту. Третье – оплатить в Яндекс.Кассе второе занятие, 250 рублей. Переходим к нашему уроку. Значит, цель нашей школы – научиться. Первая цель, самая главная – это научиться строить выкройку. Но для того, чтобы у вас эта цель была достигнута, мы должны к ней, прежде чем приступить к построению этой выкройки, мы должны к этому хорошо подготовиться. Большинство из вас, по моему многолетнему опыту, делает ошибки не в самом построении, а в подготовке к нему. И вот эта подготовка к нему, она заключается прежде всего в анализе фигурки и в правильном снятии измерений. Значит, если мы сегодня с вами успеем подойти к этим измерениям, значит, мы подойдем. Для того, чтобы мы выполнили с вами измерения правильно, прежде всего у вас должен быть помощник. Если пока я рассказываю о подготовке к этому процессу, значит, наш урок сегодня, я думаю, будет состоять из двух частей. Первая часть, самая важная, самая главная, этого вы не услышите нигде, никогда, ни от кого. Потом вторая часть – это непосредственно снятие самих измерений вместе со мной. Но для этого у вас должен быть помощник, если вы хотите, чтобы измерения снимались с вас. Если вы сами, или вы сами будете снимать мерочки с кого-то другого, значит, вас должно быть двое прежде всего. Дальше. У вас должен быть установочный пояс, шнурочек какой-то небольшой, который поможет вам выполнить это правильно, определить осанку. Третье. У вас должна быть хотя бы одна сантиметровая ленточка, для того, чтобы вы правильно измеряли все свои измерения. Четвертое. У вас должен быть вот такой вот, вот такого примерно размера, кусочек ткани, любой ткани, белой бязи, носового плавточка, что угодно. Размеры его 13 сантиметров на 10 сантиметров. Посмотрите. 13 на 10. Вот эта полосочка, которую вы нарисуете посерединке, будет изображать у нас плечо. Потому что нам обязательно нужно будет найти точечку основания шеи и точечку у проймы, там, где начинается у нас рукавчик. Конец плечевого шва, начало плечевого шва, конец плечевого шва. Вот это все, что нужно будет нам подготовить. Я сейчас начну рассказывать о первой части нашего урока. К этим измерениям мы приступим или во второй части нашего урока, или вообще я у вас спрошу, насколько вы готовы к этой второй части нашего урока, все ли у вас материалы есть, двое ли вас присутствуют сегодня, да? Так, имеете ли вы возможность качественно это сделать? И по вашему решению, по большинству ваших результатов в чате вы мне ответите, напишите. Мы с вами примем решение совместно. Перенесем измерения на среду или все-таки продолжим работу сегодня. Это будет довольно длительно, это будет довольно долго, потому что я не буду торопить события, я не буду делать это некачественно. Я хочу, чтобы информация дошла до всех. Вот таким вот образом, значит, задача сегодня подготовиться к построению выкройки, значит, снять измерения и послушать первую поступительную часть, невероятно очень главную, главное важно. Сейчас подготовьте ручку, листочек бумаги или тетрадку, где вы будете вести какие-то краткие конспекты. Конечно, в идеале, чтобы у вас у всех была моя книжка, хотя бы какая-то одна. Лучше, если это будет «Большие и маленькие секреты кроя и шитья», потому что все теоретические части в полной мере, они описаны именно в этой книге. Другая книга, которую я вам рекомендую всем приобрести, называется «Энциклопедия». Лучше, если это будет «Безлекальный метод кроя» Галины Коломейко. Лучше, если это будет книга издательства «Эксмо» 2019 года. Там наиболее полная информация. Ну, это в идеале, конечно, чтобы мы не только слушали меня и смотрели, а еще и за какими-то справочными информациями мы обращались потом туда, хотя я максимально сюда вынесу все, что вам будет нужно для работы. Но, тем не менее, книга – это всегда будет хорошо. Целью нашей на первом этапе будет построить вот такую базовую выкройку. Она будет знать все наши измерения. Это будет вот такое платьишко полуприлегающего силуэта с таревыми выточками и вот такой вот рукавчик, зауженный книзу. Вот это мы должны будем научиться с вами делать максимально качественно, точно и правильно. Дальше. Начинаем непосредственно нашу подготовительную часть. Итак, самые важные какие-то вещи, которые я буду просить вас записать, пожалуйста, вы себе коротко конспектируйте. Книги есть очень хорошо. Пожалуйста, коротко себе это конспектируйте. Итак, начинаем с самого главного. Вы в своей голове должны навести порядок. Если там будет порядок, мы любую задачу с вами решим и любую цель мы с вами достигнем. Так вот, чтобы был порядок, вы должны знать, что любое изделие, я не буду вас учить шить конкретно какое-то платье, юбку или шубку, или брюки. Мы будем с вами учиться профессиональным нашим навыкам, да, профессиональным. Я буду говорить с вами всерьез и о профессиональном крое, не о каких-то приблизительных выкройках, которые вы можете найти легко в интернете, но вы знаете, чем это все кончается, да. Мы будем с вами учиться строить очень точные выкройки, учиться будем точному крою, и чтобы вы шли по этому пути без проблем и без ошибок, я вам объясняю, что весь процесс создания одежды делится на четыре больших этапа. И мы будем постепенно все эти этапы с вами проходить. Итак, этап первый. Это снимаем мерки, изучаем тело и готовим техническое задание номер один. Понятно, что такое снимаем мерки. Понятно, что, ну не совсем понятно, что значит изучаем тело. Сегодня мы посвятим время, подготовительную часть именно этому. Именно первому этапу и подготовим в конце концов техническое задание номер один. Техническое задание номер один выглядит вот таким образом. Я к нему вернусь попозже немножко, пока просто я вам его покажу. Пока я вам его покажу. А сейчас общая схема. Второй этап создания одежды. На основании вот этого технического задания номер один мы с вами построим базовую конструкцию, которая будет выглядеть вот так. Это будет второй этап создания одежды. С него всегда, это лежит всегда в основе любого-любого изделия. Третий этап создания одежды. Вот эту выкройку, которая будет еще не до конца полной вашей выкройкой, она будет только знать ваши размеры и какие-то усредненные прибавки. Мы должны будем сходить в магазин, купить ткань, подготовить техническое задание номер два. Оно будет отличаться от первого. И уже на основании какой-то идеи, какого-то выбранного нами фасона, уже купленной ткани, уточненных прибавок, мы должны будем выполнить моделирование, преобразование нашей базовой выкройки для того, чтобы получить нужный нам результат. Чем отличается первое техническое задание от второго? Вам в результате сегодняшнего занятия нужно обязательно понять и разобраться. Итак, первое. Еще не знаем, какая ткань, только предполагаем, и не знаем, какой фасон. Второе техническое задание. Когда мы уже купили ткань, мы уже видим, можем ее потрогать, пощупать, у нас есть задумка, и мы знаем, какой фасон мы хотим сделать. И мы приступаем к моделированию. Это совершенно необходимый и нужный. Иногда это моделирование простое, как в этом случае, иногда очень сложное, которое умеют уже делать мои девочки, кто учится со мной заочно, кто прочитал мою книгу до конца и пытался исследовать скрупулезно по всему этому. Но в основе моделирования лежат всего лишь навсего три правила. Но опираясь на эти три правила, по большому счету, мы можем построить все, что угодно, моделировать любой фасон. Моделированием с вами я тоже планирую заниматься дальше. Но оно невозможно, пока у вас нет точной базовой конструкции. Мы начинаем всегда с базовой конструкции или с основы платья, как по-другому еще ее называют, и продолжаем уже моделированием. Надо еще вернуться чуть-чуть назад, на этап второй. Вот здесь написано, когда мы построим вот такую вот базовую с вами выпройку, нужно будет выполнить контроль. То есть нужно будет убедиться, насколько правильно и точно мы это сделали. А когда мы выполним моделирование, мы тоже должны будем выполнить контроль и проверить, вернемся ли мы в результате этого моделирования к тем размерам, которые были заложены в основе, которые были заложены у нас в базовой конструкции. Если вернемся, значит, все сделано правильно, и мы можем спокойно приступать к этапу четвертому. Четвертый этап в создании одежды – это работа непосредственно с тканью. О том, как раскроить, как подготовить ткань, как ее весь четвертый этап в создании одежды, я его назвала коротким словом «шьем», он разбивается еще на 12 этапах или шагов, в свою очередь. Понятно? И вот об этом, обо всем мы тоже будем с вами говорить. Я буду говорить вам словами, что-то, что смогу показать, буду показывать из этого всего. А вы будете все это повторять уже после урока или во время урока, как у нас будет с вами потом получаться. Ну, короче говоря, планы вот такие. Я хочу, чтобы мы по каждому плану, допустим, сделаем мы с вами вместе вашу выкройку. Вы сходили в магазин, купили ткань, подготовили техническое задание номер два, выполнили вместе со мной какое-то моделирование и приступили к раскрою. Я буду вместе с вами, вы разложите ткань на столе и включите меня, включите вот этот урок, и мы с вами аккуратненько пройдем этот этап, этот шаг все вместе. То есть поподробненько, как расчертить линии, как положить лекала, как и так далее, и так далее, как обвести. И все-все-все вот это я намереваюсь вам рассказывать. То есть полноценная абсолютно школа пройдет и шитья. Следом после раскроя у нас идет сметочка. Как выполнить сметку? Хорошо будем вместе с вами разбираться и вместе с вами будем сметывать. На какие-то моменты вы будете обращать внимание. Третий этап в шитье – это примерка. Вместе с вами попытаемся выполнить примерку. Я не знаю, мои хорошие, как технически это все будет у нас получаться, насколько это будет получаться качественно, но намерения у меня вот такие самые-самые, что не на есть серьезные. Мы будем вместе с вами учиться. По пути мы будем как-то корректироваться. Конечно, я вот в этом чате не смогу посмотреть вашу выкройку, чтобы проверить. Не смогу проверить вот эти все мерочки, которые вы будете мне у себя снимать и как-то мне показывать. Но как мы будем осуществлять проверку этого домашнего задания, мы еще подумаем. Не всем она будет нужна, а тем, кому она будет нужна, я думаю, мы как-то с вами придумаем, где я смогу и проверить еще вас. Может быть, за какую-то тоже чисто символическую, какую-то совсем маленькую плату, не какие-то там, не тысячи рублей. Потому что если вас будет много, вы понимаете, сколько времени и у меня будет на это уходить, и сколько будет времени уходить у моих помощниц, чтобы обеспечить вот эту самую техническую поддержку всего, что мы с вами тут будем вытворять. Потому что то, что мы делаем, это маленькая вот такая вот поверхность, а весь айсберг, он где-то там внутри и ложится на плечи вот этих вот моих девушек. Итак, вот это четыре этапа. Вы должны запомнить. И коротко наш план всех наших действий. Школа наша, я ее планирую вести, растянуть настолько долго, насколько будет это вам нужно, чтобы мы учились шить вместе со мной, краить вместе со мной по всем правилам. Итак, я рассказала вам о вот этих вот этапах. Возвращаемся к самому началу. Сегодня мы говорим о первом этапе снятия мерочек и об изучении нашей фигурки. Для того, чтобы мы с вами научились делать это качественно и правильно, посмотрите, вы должны будете приготовить себе вот такую вот небольшую шпаргалку. Если вы будете посылать мне домашнюю проверку своего задания, пожалуйста, пишите только цифры вот таким вот образом. Мне не нужны вот эти комментарии. Вот это все мне не нужно. Я должна видеть буду от вас только вот такие вот мерочки. Вот такие вот мерочки. В ходе измерения своей фигурки вы должны будете не просто снимать эти мерки, потому что мерки снять, ну, не так уж, как говорится, сложно, не так уж это все и проблематично. Проблема заключается, и ошибки ваши заключаются не в самом непосредственно снятии измерений, а в том, что вы делаете это некорректно. Вы не просто должны понимать, что нужно снять мерки, а вы должны сделать это безошибочно. Чтобы не было ошибок, я подвожу вас к тому, что нужно сравнивать полученные вами результаты с результатами, с мерочками условно-типовой фигурки. И если вы понимаете, что вы слишком далеко отходите от этих значений, значит, что-то у вас не так. Либо у вас очень сложная фигура, и реально она никуда не укладывается, что довольно часто случается. Это фигуры нестандартные. Мы будем говорить о них очень подробно. Да, потому что я думаю, что большинство из тех, что сегодня к нам пришло, то сюда пришло, это те люди, которые не могут купить себе готовую одежду. И очень часто проблемы с полной фигуркой, с нестандартной фигуркой, когда верх один, а низ другой, они заставляют нас браться за шитье, потому что купить себе платье на такую фигурку не представляется возможным абсолютно. И поэтому вы прибегаете к тому, что надо научиться сделать это самой. Заказывать в ателье там тоже не всегда получается успешно. И вы носите очень часто отдельно брюки, юбку, и отдельно носите какие-то блузки, порточки, топики и так далее. Потому что ваша одежда получается разрозненной только потому, что ваш верх не соответствует вашему низу. То есть вверху один размер, внизу другой размер. И поэтому вы вынуждены носить вот эти вот разрозненные вещи. И мы сегодня с вами должны поговорить о том, как вот это всё успокоить, как всё-таки решить эту задачу и эту непростую задачу и эту проблему, как научиться снимать мерочки с таких вот фигур и делать это безошибочно. Прежде чем всё-таки приступить к этому, говорить, есть, я так вам скажу, что есть шесть правил, я пишу о них, правильно снятых мерок. По-другому я называю характеристики стандартной фигуры. И мне бы хотелось, чтобы вы их сейчас, а может быть, и лучше об этом говорить, когда мы будем снимать непосредственно мерки. Ну, ладно, давайте чуть-чуть вернёмся к этому позже. Поговорим сначала просто о нестандартной фигурке, прежде чем приступить к мерочкам. Смотрите, чтобы понять, какая у вас всё-таки фигурка, нужно одеться во что-то узенькое, маленькое и тёмненькое. Например, маечка тёмненькая и какие-то узкие брючки, или лучше не брючки, а какие-то лосины, чтобы и встать перед зеркалом во весь рост, чтобы вы себя видели сверху вниз и кто-то, кто к вам, кто-то, может быть, вам кто помогает, рядом с вами, может быть, этот человек бы вам помогал. Так вот, записывайте, пожалуйста. Все нестандартные фигурки имеют какие-то... Условно говоря, я делю их на шесть. На шесть типов нестандартных фигур. Первое. Как это определить? Повернитесь к зеркалу боком и мысленно поставьте себя, мысленно поставьте себя, пожалуйста, между двумя вертикальными линиями. Если... Мысленно поставьте себя между двумя вертикальными линиями. Смотрите, ну вот здесь у меня показано, да? Если вы смотрите... Вот это пример стандартной фигурки. Когда вы смотрите на себя спереди, вы видите вот такую условно-пропорциональную фигуру. У вас широковатые плечи, ярко читается талия, выражены бедра. Говорите, таких это стандартная фигурка, условно-пропорциональная фигурка. И с ней, собственно говоря, все хорошо. Сбоку она выглядит примерно так. Сбоку она выглядит примерно так. Вот видите, кто-то пытается до меня достучаться. Ошибки. Получилось. Ватсап. Ну, не знаю даже, что тут еще и сказать, потому что писать надо... Так. Писать надо... Ладно. Писать надо, если что-то не так, вот в этот чат, я не буду откликаться ни на какие ватсапы, потому что так мы застрянем с вами надолго. Так, возвращаемся к нашей стандартной и нестандартной фигурке, к разговору о том, если вы сбоку выглядите примерно так, то ваша фигурка не имеет никаких проблем. А если вы сбоку выглядите примерно так, то у вас есть выступ живота. Итак, первая нестандартная особенность, запишите, пожалуйста, это выступ живота. Когда... Выступ... Извините, выступ груди. Отвлеклась на ватсап и говорю не то, что это. Выступ груди, конечно, здесь нарисован. Когда у вас грудь ярко выражена, а животика при этом нет. И ваша платьица не прилегает к животику, а вы хотите полуприталенный силуэт. Вы хотите вот эту лишнюю ткань, которая здесь собирается убрать, потому что мешки вам надоели. Есть эта грудь хорошая, ну и вот пусть она будет, да? И вы хотите, чтобы вот здесь вот у вас не болталось. Значит, вам нужно убрать лишнюю ткань на животике. Это мы будем отражать с вами в нашей базовой конструкции, прежде чем приступить к моделированию. Другая особенность, например, на спинке. Если у вас есть выступ лопаток, называется, да? Когда есть выступ лопаток, то ткань на них повисает, на этом выступе, на круглой спинке, на такой, да? Или узкие, или неярко выраженные вот такие вот ягодицы. То есть когда выступ лопаток, то ягодицы бывают маленькие, они не доходят, их выступ не доходит, не уравновешивает вот этот вот выступ, и слабина появляется в области ягодиц на спинке сзади. И это тоже, чтобы приталить такое изделие, нужно учитывать на стадии построения базовой конструкции. Это второе. Третье. Вот такая история. Когда человек немножко беременный, когда маленькая грудь, выступ живота превышает выступ вот этой вот груди, и слабина образуется в области груди. Это тоже нужно учитывать в нашей базовой конструкции. Еще что? Еще четвертое. Это выступ ягодиц. Очень часто встречается эта картинка, встречается очень часто эта история, и это тоже нужно учитывать без учета вот этой вот особенности. Мы не можем приступать к третьему этапу, к этапу моделирования, потому что все это нужно вносить в базовую конструкцию. И базовая конструкция будет выглядеть уже совсем не так, как базовая конструкция выглядит вот на такую вот условно-типовую фигурку. Пока мы это все туда не внесем, дальше двигаться мы не имеем права. Мы перечислили сейчас четыре вот таких вот особенностей каждой фигурки. А пятая, шестая особенность заключается в следующем. Когда сбоку мы видим фигурку ровненькой, и никаких выступов лопаток, живота, груди и ягодиц нет, а спереди мы видим ее вот так. Я думаю, вам все понятно. На вот этой фигурке у нас узкие бедра и широкая грудная клетка. На этой фигурке наоборот. Узкие плечики, узкая грудная клетка и широкие бедра. Вот эти фигурки еще называют перевернутый треугольник. Это у нас верхний тип фигурки. Вот эта фигурка, как правило, нижний тип фигурки. Ну а вот эта вот фигурка у нас стандартная. И это, вот эти фигурки, это пятая и шестая особенность. Мы будем тоже учитывать базовые конструкции. Вот так каждый из вас, я думаю, что это будет у вас домашним заданием, первой частью домашнего задания. Нужно будет всем определить свой тип фигурки, если таковой у вас имеется. Если у вас все хорошо, значит вам повезло, ничего этого вам делать не надо, и ваша задача будет намного проще, чем у тех девушек, у которых это все будет присутствовать. Но постепенно мы с вами со всем этим разберемся. Вот так. Теперь мы должны с вами... Так, мы занимаемся 35 минут. Мы должны с вами еще придумать, что мы будем шить, прежде чем я сразу подготовительную часть завершу, и мы приступим к сравнению мер, к измерению фигурки. Буквально несколько слов тоже по анализу своей фигурки. Я всех призываю вас не носить отдельно юбки и брюки и блузки. То есть все мы привыкли одеваться примерно вот так. Если вы человек стройный, проблем у вас нет, ради бога, все будет у вас хорошо. Но если вы немножко набрали вес и поправились, то вот эта вот история, сами понимаете, как будет выглядеть. Я называю это два квадратика. И прежде чем приступить к чему-то, к созданию чего-то нового, вам нужно сочинить, придумать себе такое платье, которое я называю правильным платьем. Это может быть брючный костюм, это не обязательно будет платье. Нужно будет придумать абсолютно какую-то новенькую вещь, которая будет вас в этот раз украшать. Будем вместе с вами шить вещи, которые будут вам нравиться, которые не будут проявлять ваших недостатков, а будут показывать ваши достоинства, а ваши недостаточки будут скрадывать и делать их, нивелировать, не показывать их всему миру, если таковые у вас будут иметься. Поэтому, что входит в понятие правильного вот такого платья? Прежде всего, входит в понятие правильного платья это создание формы этого платья. Форма должна быть прямоугольником. Если ваша форма стремится к квадрату, значит, вы тоже проигрываете. Или к кругу какому-то, да? Надо, чтобы получался у вас вот такой вот вытянутый прямоугольничек. Для этого лучше всего, если вы полненький человек, что от плечей и до низа вашего изделия, неважно, платье это будет, брючный костюм это будет, или это будет просто костюм, юбочка и корточка, вы будете поддерживать один цвет. То есть, если вы будете в одном цвете, вы будете гораздо более выигрышны. Но еще немножко. Вот посмотрите, такая заготовочка у нас есть, да? Мы говорим, здесь я показываю то, что человек, если он выше ростом, и он имеет какие-то одинаковые параметры талии и бедра, он выглядит более выигрышно. Потому что у него есть ресурс создать вытянутый прямоугольник и либо надеть на себя брючки, либо удлинить вот это свое изделие, и он у нас получится. Если человек не имеет высокого роста, у него такого ресурса нет. То есть, самое главное у нас в создании одежды, это научиться видеть пропорции и создавать пропорции, это соотношение ширины и длины нашего изделия, и создавать эти пропорции правильными. Ну вот, это моя вступительная часть. Напишите, пожалуйста, сейчас в чате, готовы ли вы приступить к снятию измерений. И уже последовательно снимая вот эти вот мерочки, напишите, пожалуйста, в чате, готовы ли вы приступить к снятию измерений. Никакого движения я в чате почему-то не вижу. Что у нас происходит? Готово. Вот сейчас вижу. Готово, да. Поставьте плюсики, напишите слово «да» просто, да. Кто готов к снятию измерений? Если не готовы, напишите. Не готово. Готово. Вот сейчас вижу. Я готова к измерениям. Замечательно. Еще, пожалуйста, надо, чтобы я видела от вас обратную реакцию. И мы будем приступать тогда. Готово. Хорошо. Хорошо. Да, да, да. Я готова. Муж есть рядышком. Замечательно. Тогда несколько человек, кто хотел откликнуться, тот откликнулся. И я думаю, что тогда, да, спасибо большое, вижу. Я думаю, что тогда все-таки нам надо начинать. Итак, мои дорогие, тогда начинаем. В подготовленной вашей тетрадке или на листочке, где вы там пишете, да, возьмите в руки ручку прежде всего. И записываем первую строчку. Пишите вот это вот. Будете писать. СГ1. Русские буквы. СГ1. Тире. СТ. Вернее, нет, не один. СГ. Волнуйся. Извините, пожалуйста. Первое. СГ. Это полуобхват груди. Тире. СТ. Это полуобхват талии. Тире. СБ. Это полуобхват бедер. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами переписали вам в тетрадку условные обозначения тех мерочек, которые мы будем снимать. И первая строчка – это грудь, талия и бедра. Не надо никаких дополнительных комментариев сюда помещать. Пожалуйста, делайте очень точно то, что я сейчас вам говорю. Рядышком мы потом запишем вот так вот ваше измерение, и вы будете прекрасно знать, что у вас чего обозначает, выстраивая вот эти вот соотношения и соответствия. Итак, первая строчка – полуобхват груди, полуобхват талии, полуобхват бедер мы измерим. Вторая строчка. ШГ1. Ширина груди первая. Тире. ШГ2. Ширина груди вторая. Тире. С русская. СГ. Расстояние между центрами груди. Записали. Третья строчка. ШС. Ширина спины. Тире. ДИЗ. Длина изделия. Записали. Переходим к четвертой строке. Пишите, пожалуйста, в четвертой строке. ШП. Ширина плеча. Тире. ДР. Длина рукава. Тире. ОП. Обхват плеча. Тире. ШРН. Ширина. Рукава внизу. Написали. И последняя, пятая строчка. Мерки называются балансовыми. От того, насколько точно и хорошо вы их снимете, будет зависеть успех вашей выкройки. Я редко встречаю, когда чья-то методика придает значение осанки фигуры. Не акцентируют как-то это. Не говорят об этом громко, сухо. Не говорят о том, что нужно менять раствор на грудной выточке в зависимости от осанки. Это все неправильно. Мы с вами будем строить точную выкройку, чтобы не было никаких заломов, чтобы она садилась и на сутулую фигурку, и на очень перегибистую фигурку, и на фигурку, у которой пятый-седьмой размер в груди. И баланс доходит до 10 сантиметров. Я научу все это делать вас. Но это очень важно. Пожалуйста, записываем балансовые мерки. ДТС. Длина до талии по спинке. Все это есть в моих книгах. Дробь. Вот такую косую черту нарисуйте. ВПК. Высота плеча касаем. Тире. ВГ. Высота груди. Дробь. ДТП. Длина до талии по переду. Тире. ВПКП. Высота плеча касая переда. Вот такие мерочки мы с вами будем снимать. Значит, на ютубе есть очень подробный мастер-класс, как это делается. Где я снимаю мерки с Лили, со своей подружки. Пожалуйста, найдите его после нашего урока и просмотрите еще раз, как это делается на живой фигурке. Все ли вы сделали правильно, все ли у вас получится. Потому что пока вы не снимете нормально мерки, смысла начинать и продолжать что-то дальше никакого нет. Итак, как мы измеряем с вами, первую возвращаемся к нашим мерочкам. Сейчас или ниже, или рядом вы будете записывать вот эти свои цифры. Ничего другого там писать не нужно. Только вот эти одни свои цифры. Сейчас я найду. Много чего тут вам припасла, приперекла. Вот у нас есть картинки, которые помогут нам. И картинки, и другие картинки. Сейчас будем снимать некоторые вместе со мной. Итак, первое, что мы делаем, это мы на талии завязываем установочный пояс. Все вместе встаньте, пожалуйста. Возьмите в руки шнурочек. Роль этого шнурочка лучше всего играют шнурки от ботинок, от кроссовок наших. Почему лучше всего? Не резинки какие-то, не бечевки какие-то скользкие, не кисемочки. Потому что они, как правило, очень похожи на хлопок. Они не скользят на фигурке, что тоже очень важно. И ведут себя хорошо слушаются, послушно, ведут себя послушно. Теперь смотрите, как завязать правильно вот этот вот шнурочек. Во-первых, его нужно... Ну, давайте так. Как вы у меня одеты? Надо, чтобы лишней одежды на вас в этот момент не было. Или маечка какая-то без рукавов. Идеальный вариант. Резинку нельзя взять, потому что она растягивается и потом... Растягивается и потом соскальзывает с того места, которое нам нужно определить очень четко. Поэтому резинка нам не помогает так работать хорошо. И эта бечевочка, этот шнурочек у вас должен быть очень... Не больше, чем 5 миллиметров в ширину. Потому что широкий тоже будет вас сбивать с толку и путать. Никаких полтора сантиметра поясочков быть не должно в этот момент. В каком месте искать талию, это следующая наша задача. Очень важная, очень главная. И так оделись все правильно. Нет лишней одежды внизу, нет лишней одежды вверху. Завязываем этот шнурочек в районе пупочка. И делаем это очень туго. Не потому что мы хотим сделать талию такой тонкой. А потому что он не должен скользить на нашей фигурке. Если вы делаете это на обнаженную фигурку, я думаю, это не будет очень хорошо. Все-таки какая-то маечка, какой-то топик, но не футболка. В обтяжку. Лучше, чтобы у вас был на фигурке. Вы желательно без рукавов, чтобы видеть верхние уголочки подмышечной палинки. После того, как вы туго-туго завяжете свой шнурочек, талия такой не будет, не беспокойтесь. Вы сделайте так, чтобы по спинке, опустите его сзади, по спинке, как можно ниже. Пока он у вас не обопрется. Вот на эти косточки, которые у нас у всех сзади есть. У нас может быть впереди животик, сбоку, может быть не ярко это все выражено. Но сзади у всех есть вот эти вот косточки. Вы их налетайте на своей фигурке и шнурочек опустите как можно ниже. Как можно ниже вот здесь опустите свой шнурочек. Сейчас я возьму еще. После того, как вы установите свой шнурочек по линии талии сзади на фигурке, вы должны установить его спереди. И вот сейчас все, многие из вас допускают очень грубую ошибку. Значит, я сейчас постараюсь изобразить фрагмент нашей фигурки и вот этот вот шнурочек, который у нас завязан. Посмотрите. Сзади вы опустили его как можно ниже, а впереди ручками поправили таким образом, чтобы он стал строго параллелен линии пола. Вот тогда его положение будет правильным. Если он у вас задерется вот таким вот образом наверх, а у кого есть животик, то это часто происходит, тогда длина переда до талии будет меньше, чем она у вас есть. И определить вашу осанку правильно мы не сможем. Бывает так, что под животиком вот здесь вот есть ямка, и ваш шнурочек норовит сигануть именно туда, вот в эту ямку, потому что ему там удобно. Вот в этой ямке, вот в этой ямке, мои хорошие, будут потом жить все поясочки от юбки, от брючек наших, когда мы будем их строить. Но сейчас наш шнурочек должен быть параллелен полу, потому что вот такое положение установочного пояса будет увеличивать, наоборот, длину переда до талии и не будет позволять нам определить вашу осанку правильно. А от того, насколько точно она будет определена, зависит полностью успех вашей выкройки. Определите осанку правильно, никогда заломов не будет, и вы никогда не будете знать проблемы, бед. Можно немножко шире сделать свое изделие, немножко уже, подстраховаться припусками, какие-то выбрать другие прибавки. Но если осанка неправильная, все тушит, свет пропало. Вы должны знать, что масс-маркет, производители одежды, шьют эту одежду на нулевую осанку, когда длина спинки и длина полочки равна нулю. А это характеристика сутулой фигуры. Футболку возьмите, у вас одинаковая длина полочки, спинки и всего на свете. И очень часто одежда шьется именно на сутулую фигуру. А вы имеете, мои хорошие, чаще всего или нормальную фигурку, или имеете фигурку перегибистую, особенно в свете тенденций последних лет, когда мы бросились все увеличивать свои грудные железы, следуя канонам так называемой красоты. И поэтому появляется перегибистая фигура, увеличивается длина переда до талии. И чтобы мы определили это правильно, шнурочек завязан должен быть так. Итак, мы вернемся еще к этому шнурочку. А пока сделаем в этом месте остановку и возьмем в руки сантиметровую ленточку. Шнурочек завязали. Взяли сантиметровую ленточку. Сантиметровой ленточкой, значит, смотрите, я люблю сантиметровые ленточки вот такие вот. Есть широкие, а есть вот такие вот средненькие. Не самые узкие, но вот такие. Они, в общем-то, достаточно узковатые. Они более пластичные, они более мобильные, что ли, да? И они, и работа с ними мне представляется более точной. Потому что когда у вас вот эта ширина большая, желтенькие вот такие продаются, да? Вы не знаете, то ли с левой стороны вам мерить, то ли с правой стороны вам мерить. Поэтому по этой ленточке, да, когда мы другие мерочки, там, перекрестные будем снимать, высоту груди, высоту плеча, касая переда, вот эти балансовые мерки. Если мы сегодня не доберемся до балансовых мерочек, пожалуйста, имейте в виду, что на следующий раз, когда мы к ним подберемся, чтобы не помкать эту ситуацию, мы будем с вами... Вы подготовьте, пожалуйста, вот такие вот сантиметровые ленточки. Ну, а если есть, значит, есть. Итак, первая мерка – полуобхват груди. Ничего особенного в этом нет. Я сейчас еще вам найду у себя картинки, где я снимала первый-первый раз, и буду вам показывать, может быть, это будет вам видно. Ага, буду вам показывать их здесь. Итак, мерочка полуобхвата груди. Посмотрите, пожалуйста. Вот так. Ничего необыкновенного в этом нет. Вы знаете, что некоторые методики снимают мерочки полуобхват груди первый, полуобхват груди второй, полуобхват груди третий. Наша с вами задача – просто измерить самую широкую часть нашей фигурки сверху. Вот это будет наша мерка. И видите вы, допустим, 100 сантиметров. Это обхват груди. Разделите свою цифру пополам. Я 100 разделю пополам, получится 50. И запишу первой цифрой в своей строке 50. Это будет полуобхват груди. Еще должна сказать, что эта мерочка полуобхвата груди, условно говоря, считается нашим размером. Если мы говорим о размере, значит, в данном случае это будет 50 размер. Ну, просто возьмите это к сведению, потому что когда будет произноситься слово «размер», вы сразу будете смотреть на мерочку полуобхвата груди, которую сейчас померяем. Вторая мерочка – вы сантиметровой ленточкой измеряете себе талию. Вот тут будьте бдительны и меряйте свою талию не там, где у вас может быть завязан шнурок. Потому что если вы перетянули себя по талии, у вас по шнурочку будет, скажем, 100 сантиметров. А чуть выше, где у вас желудочек есть и выступающий, у вас будет там, допустим, 102 сантиметра. Так вот надо брать большее значение. Это потом для юбочки вы будете, или для брюк, выходить, уточнять мерку талии и уходить на более точное значение. Мы сейчас работаем с вами с плечевым изделием. И поэтому вы должны померить себе талию чуть выше, если у вас здесь есть выступ. Или строго по шнурочку, если у вас здесь гладко и никакого выступа нет. То есть сомневайтесь в большую сторону, чтобы не обузить свое изделие. Вы знаете, кто работал со мной, что я очень часто беру нулевые прибавки. Но почему я их беру? Потому что я никогда не перетягиваю фигурку. Я меряю еще частичко, практически всегда в какой-то одежде. И одежда забирает на себя определенный объем. И поэтому прибавка ноль совсем не означает, что она ноль. Как правило, там один. Но тем не менее, нужно сделать это верно и правильно. Итак, талия внимательно. У кого есть какие-то отложения повыше нашего шнурочка, то меряйте по уровню вот этих отложений. Берем и записываем ту цифру, которая больше. Не забудьте, что вам обхват нужно поделить пополам. Если у вас получилось, допустим, 120, вы делите пополам и записываете 60. Переходим к измерению бедер. Сантиметровая леточка должна проходить строго, горизонтально, полу, через выступающие точки нашей фигурки. Уровень ягодиц, как правило, это самая широкая часть фигурки. Но животик может выступать выше. Так вот, под животиком у вас будет эта мерочка поменьше. Если у вас ровненькая фигурка, говорить нечего. Ваша задача сейчас измерить самую широкую часть фигурки внизу, чтобы не обузить свое изделие. Никакой сантиметр не натягиваем. Снимаем мерочку аккуратно, точно и хорошо. Но все хорошо, если фигурка у вас ровненькая и условно-типовая. Давайте сейчас говорить о фигурках сложно. Как не допустить, когда у вас есть выступ живота, у вас нужно снять эту мерочку с учетом выступа живота. Еще раз, сантиметровая лента проходит параллельно полу. Она не наклоняется вот сюда, наверх, не отодвигается. Говорят, что нужно измерить с учетом выступа. Давайте я вторую фигурку нарисую. У нас вот тут есть животик, ножки. Дальше там у нас есть талия, такая фигурка. И мы измеряем... Так вот делаем животик. Мы измеряем свою мерочку вот так. Но нельзя измерять эту мерочку вот так вот. Вот это будет неправильно. А как надо делать это правильно? Посмотрите как. Если у вас вот здесь есть животик, вы отодвигаете сантиметровую ленту от этого животика. Как это сделать? Возьмите в руки линеечку или карандашик, какое-то подручное средство, и поставьте ее от животика, от животика поставьте вниз линеечку. И сантиметровой ленточкой отодвиньте как бы линеечкой свою сантиметровую ленту от фигурки с учетом выступа живота. И вот такое измерение у вас получится правильно. То есть поставьте линеечку и измерите все равно горизонтально вот эту мерку. И сомневаемся в большую сторону. Если получили там, допустим, 100, делим пополам, получится 50. Ну или 120, делим пополам, получится 60. И таким образом. Если у кого-то не хватает сантиметровой ленточки, значит пользуемся двумя ленточками. Как-то выходим из положения. Очень редко, но бывают и такие фигурки. И мы на всех на них шьем нормальные одежды. И шьем правильные платья. Расставляем правильно акценты и радуемся жизни. Ну вот, что я тут еще хотела вам показать. Сейчас посмотрю. Так. Ага. Вот сантиметровая ленточка измеряет нам талию. Но здесь фигурка ровненькая. И все у нас легко и просто. Так. И вот так измеряются у нас бедра. Тоже все, в общем-то, здесь понятно, потому что фигурка ровненькая. То есть по самой широкой части вы измеряете свои бедра. И записываете. И вот в этот момент, мои хорошие, нам нужно сделать остановку. Мы сейчас не побежим дальше. Почему? Потому что, измерив только вот эти три строчки, вернее, три вот эти значения, возьмите в руки ручку, подойдите к своей тетрадке и запишите. Первое. Я начинаю вам рассказывать о характеристиках стандартной фигуры. Их всего будет шесть особенностей. Я рассказываю вам сейчас то, как работает моя голова и какие мысли у меня в этот момент в голове присутствуют, когда я померила ваши первые три строчки. Первое. Напишите, пожалуйста... Так, я сейчас возьму еще одну бумагу. У меня почему-то кончет. Напишите, пожалуйста, S, G и напишите, пожалуйста, ST. Смотрите. Ваши мерки напишите. И, вернее, напишите пока вот так. Мы будем учиться всерьез и основательно. Напишите SG, напишите ST. И вы понимаете, что у условно-типовой фигурки грудь всегда будет больше мерка по груди, чем мерка по талии. Напишите, пожалуйста, на 10 сантиметров. Вот это первое, что вы должны увидеть. А теперь подставьте свои значения и определите, какая у вас разница между полуобхватом груди и полуобхватом талии. Если ваша разница около 10 сантиметров плюс-минус 1, значит, с вами все хорошо. Значит, вы имеете достаточно толпую, правильную талию. Значит, вы, придумывая себе правильное платье, можете сделать по талии акцент. Вы можете сделать яркий поясочек, вы можете сделать яркую отрезную линию по талии. На талии можно расположить какие-то драпировки, какие-то клапаночки, какие-то еще интересные детали. То есть, вот этот горизонтальный акцент вас не разрушит, потому что талия у вас есть и вам есть что показать. Вот это очень-очень хорошо. Если ваша разница не 10 сантиметров, а, скажем, только 4 или 5 сантиметров, наоборот, никакого горизонтального акцента по талии вам делать нельзя. Потому что любой ремешок, любой поясочек разделит вашу фигурку горизонтально. И без того отсутствие ярко выраженной талии в этом месте будет только подчеркнуто. И еще больше расширит вашу фигурку в этом месте и сыграет вам недобрую услугу. Поэтому, если разница у вас невелика, то горизонтальных акцентов по талии делать нельзя. Вот это первое, что вы должны про себя понять. Берем в руки ручку. Записываем. SG должно быть меньше, чем SB на 4. То есть, грудь должна быть меньше, чем бедра на 4 сантиметра. Если, например, у вас по груди 50, то по бедрам должно быть 54. Ну, давайте, талии тоже надо было такое записать. Если, например, грудь у вас здесь 50, то по талии у вас должно было минус 10 быть 40. Вот это те значения, которые свойственны условно-типовой фигуре. Раньше, когда был Советский Союз, были госты, были фабрики, большинство одежды шилось именно на такую условно-типовую фигурку. Я называю ее Венера Миловской в кругу своих учеников, чтобы вы ярко себе представляли, что это такое. Все с ней правильно, все с ней хорошо. И, как правило, и одежды в магазине на такую фигуру бывает достаточно много. И проблемки у нас начинаются как раз там, где не совпадают, не выполняются вот эти вот условия. Если у вас разница не 4 сантиметра, бедра больше не на 4, а плюс-минус 1, опять же, это называется пограничные значения. И большой беды в этом никакой нет. А вот если у вас это условие не выполняется, например, бедра, грудь у вас, скажем, 50, а бедра у вас тоже 50. То есть разница между ними ноль. О такой фигурке мы будем говорить, что бедер не достает. Отталкиваемся от груди, отталкиваемся всегда от размера нашей фигурки. И отталкиваясь от первой цифры, мы анализируем вторую. Так вот, здесь не хватает 4 сантиметров. И такие фигурки, как правило, называются фигурками верхнего типа. Запишите. Изображаются вот таким перевернутым треугольником. То есть бедер нам не хватает. Где у нас такая фигурка? Вот она у нас, вот эта фигурка, которая слева стоит, вот здесь. Вот эта фигурка у нас стоит, да, ярко выраженный представитель такой фигурки. Когда бедра у нас узкие, там не хватает объема в нижней части. Бедра, кстати, не хватать объема может по разным другим причинам. Не обязательно из-за узких бедер. И вот потом еще об этом будем говорить с вами дальше. но пока вы, допустим, определили, что у вас верхний тип фигурки, вы должны это сейчас написать, сделать такую пометочку у себя в тетрадке, где вы работаете. И тут же сразу нужно ответить себе на вопрос, какая форма одежды мне подойдет больше всего. Я думаю, что я говорю о вещах достаточно понятных и очевидных, но для кого-то это тоже будет откровением. Вы уж потерпите тех, для кого это все понятно и очевидно, а для всех остальных я просто еще разочек подчеркну. Значит, смотрите, в такой фигурке больше всего подойдет юбка, зауженная к низу. Ну, условно, там юбка-карандаш мы ее называем, да? Я обращаю ваше внимание на это. Это очень важно понять, почему? Почему, казалось бы, вот я много лет прожила и считала, что если у меня узкие бедра, я должна такой барышне шить пышную юбочку для того, чтобы уравновесить, как говорится, свою фигурку, чтобы приблизить ее вот к этому иксообразному силуэту ее формы, да? Чтобы как бы дополнить вот это вот отсутствие. Но когда я открыла свое ателье и пошла учиться языку одежды, первое, чему меня научила Татьяна Николаевна Стофеева от нее, я услышала это впервые, это как раз то, что при выборе на успех вашего изделия, на создании вашего правильного платья огромное значение или огромную роль играет правильный выбор формы. ни того бантика, который вы навяжете, ни тех украшающих элементов, которые будут где-то у нас жить, а именно форма вашего изделия. Так вот, если говорить о форме, такой фигурке верхнего типа подходит и форма, которая соответствует контурам этой фигурки, потому что пышная юбка в данном случае, она сделает нашу барышню более громоздкой и не украсит ее, потому что общая масса тела при этом увеличивается. А когда это юбочка карандаш, тогда общая масса тела уменьшается зрительно, визуально, да, и ваша фигурка будет казаться более легкой, более аккуратной, более компактной. И те, кто имеет такой тип фигурки реально, я думаю, что вы уже интуитивно давным-давно для себя поняли, что юбочка карандаш вам подходит гораздо больше чем пышные длинные широкие юбки. Они не украшают. Понятно? Вот это вот один кусочек. Следующий вариант. Если ваши бедра, скажем, 50, вернее, ваша грудь, опять, пример, 50 СГ, а СБ у вас 60. Вот такие, допустим, у вас характеристики. Снова не 4 сантиметра, а здесь вот целых 10 сантиметров, например, разница, то есть на 6 сантиметров больше, чем нужно иметь у условно-типовой, у стандартной фигурки. Тогда эта фигурка будет называться фигуркой нижнего типа. И мы ее будем изображать вот таким вот треугольничком. Вот таким треугольничком. И поэтому при выборе формы одежды скажите мне, пожалуйста, вот я так, извините, разговариваю с теми, кто приходит ко мне очно заниматься. Я всю свою работу строю в форме вопросов и ответов. Я задаю вопрос, заставляю вас думать, вы отвечаете на него, и таким образом ваше усваивание материала происходит гораздо легче. Ну, не слышу, не могу в чате вот это все обеспечить, поэтому, простите, иногда скатываюсь на какие-то старые свои истории. Смотрите, если мы сошьем такой девочке юбку-карандаш зауженную книзу, вот это ее вторые бедра, вот это ее тяжесть в нижней части фигурки, она проявится сильнее. И поэтому делать этого, конечно же, нам никак нельзя. И нам приходится у такой фигурки шить ей юбочку А-образного силуэта, юбка легкая трапеция, чтобы вот эти вот самая широкая часть фигурки в такой форме пряталась. Как правило, у таких фигурок бывают тонкие талии. И можно сделать поясочек на талии, очень бывает хрупкий верх при этом, да, и сделав вот такую вот юбочку в своем правильном платье, вы это все успокоите, вы это все не подчеркнете. Что неправильно делать вот сюда? Вот сюда неправильно делать вот такие вот пышные рукава какие-то. То есть любой объем, добавленный вверху, к необходимо широкому объему внизу своего изделия, он тоже сработает на минус. Он тоже не сделает вашу фигурку привлекательной. Помните, что если при выборе формы одежды, мы говорим о правильном платье, если в какой-то части тела у вас большой объем, то другая часть тела должна быть более компактной, более миниатюрной, для того, чтобы общая масса тела не увеличилась. Если разница между СГ и СБ 6 сантиметров, то это какой тип фигурки? Это склонность только, это склонность к нижнему типу фигуры. А что больше вы мне здесь не написали, Юля? Бедра, если у вас 6, разница, мы сейчас о нижнем типе говорим, больше, чем грудь на 6 сантиметров, то это склонность к нижнему типу. Но еще назвать его нижним типом я бы не стала. То есть это чуть-чуть вы отошли от пограничного какого-то значения. Вот, видите, мои дорогие, мы померили с вами только грудь, талию и бедра и на какие размышления нас эта информация навела. Все себе пометить. Сколько времени? Мы занимаемся с вами час 14. Дойдем сегодня до балансовых мерок и, видимо, прервемся, чтобы продолжить эти мерочки в следующий раз и в следующий раз закончим среду уже и будем строить выкройки. А пока работаем дальше. Итак, следующие наши мерочки это ШГ1. Как они измеряются? Подробно. Вот так измеряется. Измеряется мерка ширина груди первая между верхними уголочками подмышечной впадины. Подмышечной впадины. Смотрите, между верхними уголочками подмышечных впадин. То есть, если вы откроете свои ручки, вы там их найдете. Сейчас я их изображу понемножку. Ну, вот такие вот у нас тут уголочки есть. Вот так. Вот уголочек и вот уголочек. Это значит у нас условно говоря, видите, вот эти вот уголочки. От них начинаются складочки. Мерочка ваша измеряется по прямой между этими уголочками. Но иногда эти уголочки у фигурки находятся достаточно низко. и поэтому вам вот эта вот форма вот этой ленточки становится вот такой дугообразной. А дугообразная форма, она увеличивает эту мерку. Понятно? Поэтому для измерения вот этой вот мерочки вам приходится сантиметровую ленту немножечко приподнять повыше. то есть вот куда-то вот сюда. И здесь уже этих уголочков нет. Но сейчас скажу очень важную вещь, мои хорошие. все время отвлекаюсь от какой-то поставленной вот такой цели. Вы должны знать следующее, что ваше платье, пальто, блузка, чтобы вы не шили, тогда будет правильной, когда линия проймы будет иметь вот такой вот вид. Когда линия проймы будет иметь вот такой вот вид. Ну вот на себе покажу. Смотрите. Вот конечная точка плеча, и моя проймочка вот здесь у меня верхний уголок подмышечной впадины. И линия проймы обязательно проходит через этот то есть дальше начинается наша нижняя часть рукавчика, подмышки, оката, рукава, да? А вот она конечная точка плеча. Посмотрите, какой у меня идет наклон. Если нарисовать это здесь, вот такой вот идет наклон, вот такой вот идет наклон, ваша линия проймы должна иметь вот такой вот наклон. И фактически мерка ШГ1 является расстоянием от проймы до проймы только выше грудных желез. Понятно это. Это расстояние от проймы до проймы. То есть пытаясь найти это место на своей фигурке, как бы уже мысленно представьте, где у вас конечная точка плечевого шва. Где она у вас вот здесь, да? Как где у вас верхний уголочек подмышечной патлины? Как у вас пойдет линия проймы? И уже вот на этом уровне постарайтесь от проймы до проймы это будет разделить ее пополам. Если вы получили например там 34 сантиметра делите пополам записываете 17. Если получили 40 сантиметров делите пополам записываете 20. Понятно? Обязательно запишите половинку этой величины. Прежде чем приступить к рассказу о следующей мерке я хочу вам рассказать еще вот какую важную вещь. когда ваша линия проймы идет вот под таким уголочком то глазки следуя ей глазки это акцент яркий к талии будут вот это направление проймы вашу талию будет визуально делать тоньше потому что глаза идут вот так. Многие любители делают пройму укорачивают себе плечо и делают пройму вот такую это грубая ошибка для вточного рукава так делать никогда нельзя полуреглан да согласна вточной рукав не имеет права быть а дальше ваши глазки если вы сделали такую пройму идут вниз продолжение оптические иллюзии включаются и ваша талия становится квадратной понимаете в чем еще ошибка то есть вот этот вот изящный наклон в нашей пройме в готовых вещах имеет огромное значение вот сейчас дома посмотрите свои футболочки свои топики свои трикотажные какие-то мальчики и увидите что далеко не у всех вот эта проймочка имеет такой наклон очень часто плечики у вас бывают заужены и они вашу фигурку не украшают мои дорогие не покупайте себе маленьких вещей не покупайте себе таких вещей в будущем приобретая что-то выполняя примерочку в магазине обращайте внимание на положение проймы только пройма выполняемая из конечной точки плеча не сюда вот сейчас много очень таких это спущенное плечо называется мы не об этом говорим мы о точных рукавчиках говорим о базовой конструкции только вот такой наклон проймы делает вас гармоничными красивыми а вашу фигурку более стройной и это такой узнаваемый элемент ну элегантности что ли если хотите хотя к спортивной одежде к трикотажным вещам это слово мало отношения имеет но как бы так ни было так вот вот так измеряется эта мерочка следующая мерочка вот я ее показываю вам здесь посмотрите девочка у меня стоит в футболке июля и от проймы до проймы здесь вот получился такой наклон небольшой на самом деле вот так нужно делать было эту мерочку следующая мерка которую мы будем с вами измерять так вот тут я ее покрупнее вам сделала думаю там тоже было это все понятно да я много лет назад снимала следующая мерочка называется ШГ2 вам нужно найти верхний уголок подмышечной впадины так я по-моему еще сделала поближе картинку да вот так вот лучше видно смотрите как сантиметровую ленточку из верхнего уголочка подмышечной впадины опустить вертикально вниз ни под каким наглоном именно вертикально вниз и на том уровне где у вас находятся извините сосочки да через выступающие точки грудных желез выбрать вот на этом уровне точку как правило она попадает косточки от бюстгалтера где начинается у нас грудная железа сейчас посмотрим еще одну картинку ну вот так вот я показываю да так может быть есть побольше еще ага вот есть я же сделала вам приготовила побольше смотрите как то есть после того как я определила вот этот уровень да я перехватываю сантиметровую ленточку и как правило начало сантиметровой ленточки попадает косточку отливчика найдите все это место у себя так и потом и потом второй мерочке ну и больше она у меня не показана шг-2 не получилось не получилось снять такую мерочку а вот она вот она смотрите как должно это выглядеть то есть с учетом через выступающие точки грудных желез от проймы фактически до проймы посмотрите как это делается тоже фактически от проймы до проймы но уже с учетом выступа грудных желез мерится мерочка шг-2 ну и конечно делится пополам получили там допустим 40 разделили пополам получилось записали 20 это мерочка шг-2 здесь она у вас на вот этой картинке условно схематично показана вот таким вот образом что конечно не очень вам понятно это достаточно хорошо понятно опять же в том же ролике который я снимаю со своей подружки Лили обратитесь туда попробуйте еще проверить свои мерочки переснять эти мерочки значит у всех у вас у 90 процентов слушателей моих происходит одна и та же ошибка в этот момент когда вы вот эту сантиметровую ленточку толкаете глубоко под мышку заводите зал под ручку под вашу под руку заводите этого делать ни в коем случае нельзя почему так происходит потому что когда кто-то касается нашего тела мы инстинктивно плечи отводим вот так назад рука у нас отходит вот так назад но если вы назад руки отвели у вас мерка шага 2 стала гораздо больше чем она есть у вас в реальности а мы откладываем то что измеряем и эта мерка шага 2 она очень важная для нас она находит нам начало проймы дырочки где будет жить у нас рукавчик если вы его отодвинули в сторону спинки проймы она во-первых стала узкой она попала не в то место где реально ей должно быть да и когда руки встанут на место и вы будете расслаблены у вас вот здесь получится лишняя ткань а спинка будет вам мала это делать ни в коем случае нельзя поэтому очень аккуратно и точно пожалуйста снимите эту мерку разделите ее пополам и запишите следующая мерочка ширина расстояние между центрами груди третья мерка во второй строчке ну то есть от сосочка до сосочка меря между выступающими точками грудных желез обычно эта величина крутится около 18 сантиметров плюс минус один делим эту величину пополам и записываем 9 иногда 9 с половинкой иногда 10 у больших фигурок может доходить эта величина до 12 у маленьких 8 8 с половинкой бывает у маленьких размеров еще от формы грудных желез это много зависит у кого-то они растопырены у кого-то наоборот они собираются вот так вот в кучку ну поэтому максимально добротно как-то и качественно измерите себя в этом месте и запишите итак две строки у нас готовы третья строка называется ширина спины ширина спины поворачиваемся спинкой находим на спинке верхние уголочки подмышечных впадин и от уголочка до уголочка измеряем нашу фигурку по горизонтали при этом сомневаемся в большую сторону захватываем все жировички которые там могут образоваться и обращаем внимание тоже на то что это наша пройма сзади она будет проходить через вот эти вот верхние уголочки подмышечных пазин точно так же как и впереди вот эта мерочка ширина спины и тоже за этим нужно следить то есть это вы измеряете практически расстояние от проймы до проймы но уже со стороны спинки и если у вас по вашему желанию нет среднего шва по спинке вот здесь да то у вас нет и страховки и поэтому когда вы меряете вот эту мерочку видите там допустим 37 прибавьте 1 сантиметр на свободу облегания и запишите 38 то есть как бы измеряя мерку ширина спины вы сомневаетесь в большую сторону и в этот момент закладываете сюда какую-то небольшую посадку чтобы потом при построении вашего чертежа уже не морочить себе голову ни с какими посадками там в книжке у вас написано что всегда используется посадка вернее не посадка прибавка к ширине спины извините прибавками посадка конечно но она выбирается от нуля до полутора сантиметров и если вы заложили сюда этот сантиметрик во время снятия измерений то вы выбираете эту прибавку ноль то есть ничего не прибавляете просто смотрите глазками на ваши мерки и что вы увидели то вы и откладывать будете потом на нашей выкройке мой метод вы знаете основывается на том что измерил то и отложил если вы правильно все измерите то вы правильно все отложите если неправильно то как бы вы хорошо не строили у вас никогда выкройка не получится поэтому сегодня тратим на это столько времени сколько нам нужно чтобы я рассказать вам смогла о всех мелочах о всех нюансах о всех тех ошибках которые вас мои дорогие подстерегают на этом пути давайте их избежим давайте научимся их избегать вот так мы записали эту мерку ее тоже нужно делить пополам посмотрите эти мерочки их было семь они все были горизонтальными мы строим с вами нам обхвата не нужны половинку нашего изделия полочку и спинку поэтому мы работаем с этими половинками поэтому все обхваты должны быть у вас поделены пополам если вы поделили пополам я с вами разговариваю если вы не поделили пополам и прибежали ко мне с проверками ваших ошибок чтобы я у вас их находила я даже разговаривать с вами не буду но я шучу конечно со всеми разговариваю но сижу а я очень строгая девочка мне нужно вы платите мне денежки я за ваши денежки должна вас научить и научить это поэтому я сижу слушайте меня внимательно Исследуйте строго моим инструкциям, никогда ничего своего не придумывайте. Иногда придумывают свое, потом спрашивают у меня, где у меня ошибка. А как же ее не быть, если вы сочинили, если вы совсем меня не слышите? А опираетесь на какие-то старые свои знания, инструкции, кто-то вам там когда-то сказал, и потом просите меня найти у вас ошибку. Но это абсурд, согласитесь, так делать не нужно. Итак, мы измерили 7 мерочек. И я хочу сказать вам следующее. Второе. Возьмите в руки тетрадку. Свою возьмите в руки ручку. И продолжаем. Возвращаемся к характеристикам стандартной фигуры. Как понять в этот момент, вот я рассказываю вам ход моих мыслей. Я вас меряю, и в этот момент я рассуждаю. Давайте, это было первое, вот когда мы распирались с грудью, с талией, с бедрами. Сейчас напишите второе. Можете взять вот так вот в кружочек. Второе. Из шести. Мы ко второму подбираемся. Запишите рядышком. Мерочка. Ш, Г, 1. И еще напишите. Ш, Г, ширина С. Ш, С. Ширина спины. Ш, Г, 1. И ширина спины. Мы сравниваем вот эти две величины. Итак, если фигурка условно-типовая, если фигурка с обычной осанкой, если с фигуркой все в порядке, то ширина груди первая должна быть у вас всегда меньше, чем ширина спины. Это очень важно. Это очень важно. Поставьте свои значения. Посмотрите, что получилось у вас. Если это условие выполняется, значит, все хорошо, и мы спокойно идем дальше. Еще раз. Сравните свои значения. Пример какой? Ширина груди первая, например, у вас 18, а ширина спины, например, у вас 20. 18 меньше, чем 20, спинка шире. Ширина груди первая вот здесь уже, но это понятно, потому что руки двигаются вперед. Так и должно быть, да? И у вас все хорошо. Но мы с вами должны сейчас рассмотреть ситуацию, когда это условие не выполняется. Допустим, вы все померили, и у вас получилась ширина груди первая, скажем, 20 сантиметров, а ширина спины получилась меньше, 19. Я не знаю, какие у вас цифры получатся. Вы сейчас смотрите на свои цифры. Так вот, для тех из вас, говорю, у кого получилась неправильная ситуация, надо понять, первое, почему она получилась. Первое, почему она может получиться, это потому что вы банально неправильно себя померили. Когда человек, я уже говорила об этом сегодня, отводит руки вот так назад, да, у вас сразу ШГ-1 возрастает, а ширина спины уменьшается. Поэтому нужно вернуться назад, успокоиться, сделать вот так. Вдох, выдох, плечи бросили в этот момент, расслабились. А вы в этот момент взяли сантиметровую ленточку, и пока человек не отодвинулся от вас никуда, пока он в расслабленном виде, быстренько померили ШГ-1 и померили ширину спины. И в 50% случаев, в половине случаев я находила ошибку. Я рассказываю вам, как работаю я. Понятно? Я находила ошибку. То есть, когда человек расслабился, когда он не влюбляется, как солдатик, не принимает позу по стойке смирно, у него совсем другая картинка на фигурке. Понимаете? И нормально, когда спинка будет шире, чем ШГ-1. Но в другой половинке случаев, сколько бы раз я не мерила, сколько бы раз я не просила человека встать правильно, как-то расслабиться, вдохнуть, выдохнуть и так далее, все равно у меня получалась вот такая картина, что ширина груди первая оставалась больше, чем ширина спины. У каких фигур это происходит? Это происходит у фигур, которые называются перегибстыми. У них встать, у них маленькая, ровненькая, вот такая прямая спинка и грудная клетка развернута вперед. При этом совсем не обязательно, чтобы были большие, крупные молочные железы у нас, да? Просто она такая, просто она развернута вперед. Такие фигурки часто называют перегибистыми. Если у вас такая картина, напишите рядышком в этой строке, что фигура у вас перегибистая. В момент снятия мерочек мы делаем очень старательный и очень тщательный анализ фигурки. Мы должны все про себя узнать, абсолютно все. Это все будет работать на плюс. Это все будет помогать нам потом, учитывать мы это все будем, это будет все помогать нам строить с вами идеальную выкройку, чтобы вы никогда не знали никаких проблем, чтобы вы шили это, сметали это платье, садели и порадовались перед зеркалом, глядя на себя. Вот так. Третье записываем в тетрадке. Мы сравниваем мерочку, теперь уже ШГ2 и ширину спины. ШГ2 это мерочка, которая знает нашу грудь. Это расстояние от проймы до проймы, но уже с учетом выступа грудных желез. И поэтому, конечно, у нормальной фигурки ШГ2 должно быть просто больше, чем ширина спины. Это закон. Но не у всех этот закон выполняется. Я уверена, что в 99% случаев у вас, мои дорогие, так оно и есть. То есть у вас будет ШГ2 обязательно больше, чем ширина спины. Но иногда встречаются такие фигурки, у меня были они в жизни моей, когда спинка круглая, и выступ лопаток есть, форма спины круглая, представляете, и сутулая. Крупкая была фигурка, была у меня такая молодая женщина. А грудки у нее были маленькие. И я решила офисные одежды, был такой пиджак у меня, помню, красного цвета, строю выкройку. Не нравится мне выкройка, ничего понять с ней не могу. Почему мне эта выкройка не нравится? Вы знаете, что я, когда выкройки строю на чертежах, да, я учу, делаю это сама и учу вас ими любоваться. Когда вам все в этой выкройке нравится, у вас душа поет, у вас все получается, вы получаете кайф, удовольствие, радость от этого всего, да. И когда вы видите какую-то абракадабру вместо выкройки, какую-то неправильную, косую, кривую, некрасивую пройму, конечно, вы должны знать, что где-то у вас забралась ошибка. Ну и вот тут я вижу и смотрю, и тут до меня доходит, что у нее ширина спины огромная, а ширина передней половинки маленькая. А так как я боковой шовчик строю всегда посерединке проймы, а пройма делится пополам, то у меня получается передняя половинка уже, задняя половинка за счет ширины спины шире. Мы этого не любим с вами, мои хорошие. Еще мы не любим то, что если мы эту историю не поправим, мы покажем и сошьем платье на такую фигурку, мы покажем всем, что у этой девочки, что у нас вообще нет никакой груди. То есть что она как подросток, что она вот такая вот на мальчика какая-то похожая. Нам это надо? Нет. Что я беру и делаю? Эту, не буду говорить, как назвали эту девушку. Итак, у меня была история какая? У меня была история, что ШГ2 у меня равнялась 19, а ширина спины у меня равнялась 20. Вот такая была неправильная у меня история. И что я сделала после некоторых размышлений? Я взяла и к 19, и к ШГ2 я прибавила полтора сантиметра. И у меня получилось 20 с половинкой. Смотрите, я нахулиганила, да, я изменила свою мерочку. Я увеличила мерку ширина груди вторая. Человеку я сказала, либо бюстгалтер с пушапом, либо я с себя всякую ответственность снимаю. Потому что как только ваша спинка стала поуже на 5 миллиметров хотя бы, вот этой вашей ШГ2 ширины груди второй, боковой шовчик на 5 миллиметров уйдет на спинку, да, выточка нагрудная в этот момент увеличится, понимаете, сколько плюсов. И ваша фигурка будет похожа на условно-типовую. То есть я подравниваю свои мерочки иногда под условно-типовую фигурку. Ваша одежда, сшитая на фигурку, приближенную к стандарту, она будет вас всегда украшать. Неважно, за счет чего это сделано будет, в данном случае за счет увеличения этой мерки за ней тянется увеличение нагрудной выточки. То есть я ей сшила пиджачок с выпуклостью на груди, понимаете, из себя всякую ответственность сняла. Пусть лучше тут будет залом в этой выпуклости, но тут амбрийский воротник, это будет все сидеть достойно, красиво, и это иногда не так. За счет тонкой талии все будет сидеть на своих местах и будет украшать нашего человека. Если вы это не сделаете, вы этот недостаток обнаружите, вы его всем покажете. Поэтому никогда так делать не нужно. Вот это тоже то, что меня отличает от других. Это то, чему я придаю большое значение и стараюсь вас этому всему научить. Какой-то вопрос. А если сбоку на широкой линии идет провал, как мерить бедра? Не поняла. А если сбоку на широкой линии идет... А ниже идет широкое бедро? Нет, все равно не поняла. Пишите как-то понятно. Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Что, о чем идет речь? О какой мерке? Не знаю. Не знаю. Попробуйте, Светлана, сформулировать это как-то еще разочек. И в конце урока я спокойно с вами побеседую. Хорошо? Но людей задерживать не будем. Вот это наша была третья история. Моя хорошая, что там у нас по времени. 41 минутка. Но я думаю, часа два мы сегодня проработаем. И на этом все-таки мы прервемся. Вот так важно. Мы с вами сняли, записали первая, вторая, третья строчка. И вот к какому выводу мы с вами уже... Чему мы научились? Писать и анализировать нужно только половинки. Никогда нельзя делать анализ, если вы, измеряя свою фигурку, забыли разделить пополам. Вы иногда волнуетесь, суетитесь, записываете обхваты, а потом несетесь ко мне с листочками со своими и говорите, что, Галина Леонидовна, у меня не так. У вас никогда не будет так. Потому что вы делаете это все в суете, потому что вы не придаёте этому значения, потому что вы не делаете того глубокого анализа, которому я сегодня вас призываю. Я иду тихонько, но я рассказываю до конца все, что есть в моей голове в тот момент, когда я выполняю измерения. И вы должны поступать, мои хорошие, точно так же. А мы разговариваем про следующую мерку. Следующая мерка у нас называется ширина, вернее, длина изделия. Длина изделия. Как она измеряется? Она у меня измеряется по боковому шву от нашего штурочка вниз. И в этот момент вы записываете себе. Если вы хотите блузку сделать, это длина изделия, да, то она может быть у вас и 8 сантиметров от талии вниз, если коротенький какой-то у вас будет жакетик. Если вы хотите длинный жакетик, вы закроете зону паха, зону ягодиц, это будет 25, 28, там 30 сантиметров у каждого своё. Если вы хотите юбочку здесь построить, вы напишите длину юбки. Если хотите ещё брючки, то вы напишите длину брюк. И таким образом, вот в этом месте, в третьей своей строке я пишу иногда несколько цифр. Если, например, я шью костюм, у меня есть жакет и у меня есть юбка. Значит, первая цифра у меня будет длина жакета написана, а вторая цифра у меня будет написана длина юбки. Если у меня ещё дополняются там, допустим, и брюки, и платья, то я добавляю следующие мерки. Иногда мы шьём целые комплекты, и длин изделий в этот момент у меня записана не одна, а столько, сколько изделий у меня будет выполняться. И записаны они у меня будут по мере возрастания этой величины. Понятно? Ещё одно замечание. Очень часто я длину изделия записываю в кружочек. Написала, например, там 25 сантиметров, поставила ширина спинки, у меня была, скажем, 20, и взяла в кружочек. Это у меня будет грузка. Если я хочу юбку 60 сантиметров, это у меня будет дальше записываться юбка. Если у меня будет брюки, допустим, 100 сантиметров, я сюда напишу ещё и 100 сантиметров. Вот это я здесь записываю. Так? Ещё одна вещь. Момент, в этот момент, когда мы снимаем мерочки с вами длины изделия, сантиметровая ленточка идёт по боковому шву от шнурочка вниз. Сейчас посмотрю, есть ли у меня такая картинка сделанная, да? А, вот она есть. Так. Да, вот она есть от шнурочка вниз. Стоит. Видите, как, да? Вот так вот она у нас меряется. Если у вашей фигурки обычная форма, то есть это условно-типовая фигурка с хорошими вот этими вот разницами, когда грудь, условно-типовая фигурка, какая-то стандартная фигурка или фигурка верхнего типа, у вас ничего делать больше не нужно. Если вы встретились с фигуркой нижнего типа, есть так называемые вторые бёдра внизу, галифей его ещё называют, да, то все выточки на вашем платье нужно будет опускать ниже. То тогда приобретает значение такая дополнительная мерочка, которая называется расстояние от талии до бёдер. Вот линия бедра. Если в обычных, во всех остальных ситуациях она не играет большой роли, и мы выбираем там константу 17, 18, 19 метров, сантиметров при построении выкройки, то у таких фигурок, у фигурок нижнего типа, когда бёдра больше, чем грудь, больше, чем на 6 сантиметров, да, и вы видите форму визуально перед зеркалом, вы должны померить расстояние от талии до самой выступающей точки внизу вашего туловища. Иногда эта величина доходит до 28 сантиметров. Записывать 28 вам не нужно. Никогда не надо утрировать, никогда не надо точно доходить до каких-то не очень правильных мер. Опять же, украшаем своё тело, нивелируем вот эти все какие-то особенности. И поэтому я от 25 отниму 3-4 сантиметра и напишу вот в этой строке 24 сантиметра, например. Вот тут напишу 24 и поставлю букву B. Буква B у меня будет означать, что это линия бёдер, расстояние от талии до линии бёдер, что это нижний тип фигурки. И мне нужно брать именно вот такую вот величину при построении юбок, при построении полуприталиного платья. Прямой силуэт там не играет большой роли, но если вы будете делать платьица, мы всё-таки чаще говорим вот о таких вот платьях, полуприталиного, приталиного силуэта, то тут начинает иметь большое и важное значение. Чтобы потом выточки мы доводили с вами пониже. Вот это, на этом мы закончили с вами измерение и записи ответ на четвёртой строки. Пятая строка. Нет, третьей строки, простите. Пятая строка. Вот сюда мы посмотрим, да. Это у нас характеристики рукавчика. Переходим к рукавчику. К рукавчику переходим. Посмотрим вот сюда. Нету больше. Итак, первая мерка, которая нам нужна. Нам нужна мерочка ширина плеча. Посмотрите, от основания шеи измеряется до конечной точки плеча. Для того, чтобы к вам эти две точки было хорошо видно, я и попросила в начале нашего занятия приготовить кусочек ткани. Если у вас нет вот этого приспособления моего плечика, которое я использую, я вам потом, вернее, на Ютубе, вы можете посмотреть и его размеры, и его выкройку, и сделать это всё так, как вам нужно. И потом, если вы будете с кем-то другим работать, вы будете этим пользоваться. А сейчас пока вам нужно взять вот такой вот, да, шириной 13 сантиметров. Почему 13 сантиметров? Потому что обычно длина плеча почти у всех 13 сантиметров. И вот этот плечик, вот этот вот кусочек ткани вам нужно положить на своё плечико, чтобы вам помогли, или вы уложили на своё плечико таким образом, чтобы фломастером нарисованная вот эта вот серединка, да, она играла роль плечевого шва. Чтобы вот эта серединка, вот эта линия, вот этот плечевой шов проходили бы строго по серединке вашего плеча. Мы с девочками, когда шьём свои платица, никогда не прибавляем в этом месте ни лишних прибавок, никаких трёх-четырёх страховочных сантиметров, полтора сантиметра, потому что наши плечики всегда сидят на своём месте. Ну вот, на себе показывать не очень удобно, но, наверное, примерно так как-то. То есть нужно найти эту серединку и положить, и можно приколоть булавочками, то есть как-то зафиксировать. И тогда вам будет виднее начало вашего плечика и конец вашего плечика. И в этот момент вам нужно уточнить ширину ваших плечиков. Фломастером можно по этой тряпочке конечную точку и нарисовать, и конечную, и начальную. И сантиметровой ленточкой записать. Он иногда бывает 12 сантиметров, иногда бывает 13 сантиметров, чаще всего, иногда 13 с половиной. У кого широкие плечи, получается, 14 сантиметров, очень трудно бывает найти переход. Кругленькое вот здесь вот плечико такое, нивелированное, да, переход. Но тем не менее выбрать какую-то точку, чтобы пройма имела вот такой наклон, вам всё равно придётся. Как-то постарайтесь это сделать. Как найти начало вашего плечика? Цепочка иногда помогает, да. Вы вот так цепочку натянете, и она обязательно у вас перейдёт в переход между шеей и плечом. Она там будет жить. Так, плечика имеется. Замечательно. Замечательно, что имеется плечико, значит, вам работать легче. Используйте вот это своё плечиком. Итак, мы определили с вами, что нужно здесь сказать. Никогда, ещё раз повторяю, не записывайте маленького значения плеча. Помните, среднее значение 13, кружитесь около этой величины. Плюс-минус 0,5. В крайнем случае, плюс-минус 1. И имейте в виду, лучше сделать чуть шире, чем на сантиметр уже. Потому что пройма, если вы сделали чуть шире своё плечо, пройма окажется вот здесь внизу. Она всегда уточняется во время примерки. Это контуры, которые устанавливаются и уточняются в момент примерки своего изделия. Это в индивидуальном пошиве неукоснительно. С этим не надо ни спорить, ни возмущаться, ни сомневаться. Не надо, да? Вы будете это плечо уточнять. Но если его укоротили, сделали его вот таким, вы себя изуродовали. Вы сделали себе толстую талию, вы сделали неправильный наклон этого плеча. Вы себя помните, что если у вас здесь узко, а в бёдрах у вас широко, то узкие плечи нужно делать шире, чтобы было равновесие, чтобы они вас уравновешивали. Иначе вы только эти подчеркнёте широкие, узкими плечами, всегда подчёркиваются широкие бёдра. Не надо стараться заужать эти плечи. Имейте это в виду. И потом, когда полная рука и вот это вот плечико очень короткое, вот сюда вот вздёрнутое, вот здесь всегда будут заломы. У вас будет безобразно выглядеть этот атакат рукава. Вам никогда этот атакат, у вас только полурекламы надо шить вот здесь с выточками, с какими-то вточной обыкновенный рукавчик вам просто туда не посадить, потому что он будет безобразным. Поэтому не укорачиваем плечо. Вот так много говорила про плечо. Затем берём сантиметровую ленточку и измеряем длину рукавчика. Ставим эту ленточку. Ага, вот тут вот я показываю, как мерить это плечико. Первый кадр, видите, как меряется, да? И следующий кадр у меня идёт. Вот. Вот так вот измеряется, обратите внимание, длина рукавчика. То есть не надо как-то руку эту складывать, не надо её кривить каким-то образом, да? Просто поставили сантиметровую ленточку в тот конец, в ту точку, которую вы выбрали себе концом плеча, да? И до нужной вам длины снимаете мерочку. И до нужной вам длины снимаете мерочку. Как делается сантиметр? Смотрите, как я держу сантиметр в этот момент. Вот у вас сантиметровая ленточка. Я берусь за него вот так вот. Вот этот сантиметр лишний, как бы получается, моя страховка. Видите, как я его загнула? С этой стороны покажу. Видите, как, да? И уже вот эту точечку, вот эту загнутую точку, я ставлю в конечную точку плеча. Вот сюда поставила. И сантиметра себе неудобно показывать. Посмотрите, как это я делаю на видео. Обращайте внимание на это. Записали длину рукавчика. Следующая мерка называется обхват плеча. Ничего необычного в этом нет. Вот она, обхват плеча, да? Измеряете самую широкую часть руки вверху. Для этого вашу руку надо вот так приподнять. Рука приподнята. Сантиметровая ленточка заводится так глубоко под мышку, как она нас спускает. После этого рука опускается и сантиметровая ленточка укладывается перпендикулярно руке или параллельно линии низа, чтобы вот таких вот косых линий в этот момент не было. Но в то же время вам нужно померить, помните, самую полную часть руки. Бывают руки разные. У кого-то одна полнее, чем другая. И поэтому вы меряете и ту руку, и эту руку, и выбираете большее значение для себя. Понятно? Вот так измеряется мерочка обхвата плеча. И в этот момент, так как мы иногда не имеем возможности расширить окат рукава, мы должны тоже сомневаться в большую сторону. Если видите там 35 или 36 сантиметров, берите 36. Всегда сомневайтесь немножко в большую сторону. Это вас только подстрахует и сделает вашу выкройку более безопасной. Вы знаете, что я никогда не строю рукава какие-то в облипку, очень тесные, очень узкие. Для меня рукавчик всегда содержит прибавку на свободу облигания, потому что комфорт никто не отменял. Грош цена нашему изделию, если мы его сделаем красивым, но неудобным. Носить мы его все равно не будем. Поэтому всегда будут прибавки и наши мерки. Вся наша конструкция будет являться суммой двух величин. Это мерка плюс прибавка на свободу облигания, о которой поговорим тогда, когда закончим измерение своей фигурки. Итак, померили. И последнее. И записываем уже все время, начиная с длины изделия, то, что видим. Конечно, ничего не делим пополам. И потом мы меряем вот это место. Это место длины, называется ширина рукава внизу. А меряем мы вот это вот место на руке. Почему? Потому что там, где кончается длина рукава в три четверти за локоточек. Потому что все мы любим носить рукавчики, подергивать длинные рукава вот до этой вот какой-то вот величины. Поэтому не запястье мы меряем, а меряем мы вот эту величину. А все предлагают мерить запястье. Ну и что нам с этого запястья? Ну померили мы его. Мы же не можем шить такой ширины наш рукавчик. Потому что элементарно кисть туда не войдет. Вы понимаете это, да? Поэтому приходится... Поэтому тем, кто это делает, им нужно придумывать какие-то прибавки. Прибавки – это дополнительные таблицы, дополнительные какие-то измышления и так далее, и так далее. Не надо этого ничего делать. Я упростила ход нашего построения настолько, насколько это только возможно. Если мне не нужна... Если я люблю рукавчик подергивать вот сюда, значит я и ширину рукава внизу, зауженную внизу, сделаю именно такой. Если она будет шире, он будет у меня спадывать. Если у меня будет уже, у меня просто не хватит его... Не даст мне его подергнуть. Вот и все. Вот так мерочка, которая измеряется на уровне длины рукавчика в три четверти, является меркой на самом деле ширины рукава внизу. И, как правило, эта величина меняется крайне редко. Если мы хотим с вами шить жакетики с рукавчиком зауженным книзу, если мы хотим платье шить с рукавчиками зауженными книзу, нас всегда эта мерка выручает. И редко-редко, когда она требует какой-то корректировки. Ну вот, мои дорогие, кончились наши два часа. Я думаю, вы все устали достаточно сильно, да? Мы подошли с вами к балансовым меркам. Давайте следующий урок. Мы с вами начнем именно вот с этих балансовых мерочек. И вам нужно к этому будет приспособиться и приготовиться. Пожалуйста, зайдите на YouTube. Пожалуйста, посмотрите выкройку плечика. Вместо этой тряпочки, которую мы сейчас с вами разговаривали, о которой, да, пожалуйста, попробуйте все-таки шить себе нормальное плечико до среды. И тогда ваши мерочки будут более качественными и более подробными. Еще разочек. Рассказываю вам быстренько с короговоркой, чтобы вы получили ссылку сразу и не волновались, и не ждали, и не искали ничего. Вот, пожалуйста, чтобы попасть на второе занятие, которое состоится 1 апреля, вам нужно прямо сейчас перейти по адресу kolomeyka.ru, все написано в описании этого видео, зарегистрироваться на второе занятие, обязательно указать правильно свою почту, оплатить в Яндекс.Касте, и после оплаты сразу там же на странице Яндекс.Касте у вас будет написано с тягим цветом «Вернуться в магазин». Нажимаете внизу строчка, нажимаете на эту строчку, и попадаете на мою фотографию, и на текст рядом с ней. А в этом тексте у вас уже прописана ссылка на второе занятие, повторяю, автоматически. Домашним заданием будет являться следующее. Сделать анализ своей фигурки. Еще разочек к этому вернуться. Просмотреть видео, как снимаются мерочки. Еще разочек себя проверить. Подравнялись вы, не подравнялись вы. Вот на этом месте. И обязательно ответьте себе на вопрос, чем, значит, запомнить, из скольких этапов состоит процесс создания одежды, и чем базовое техническое задание, один отличается от технического задания два. Вот это вам вопрос, как домашнее задание, на ваше размышление. Постарайтесь себе на него ответить. Если не ответите, напишите потом в чате, и мы с вами к этому вернемся, еще разочек проговорим, что все-все-все у нас было понятно. Так, спасибо огромное за занятие, все очень понятно. Ну, на этом, мои хорошие, разрешите мне тогда на сегодня закончить. Давайте все пойдем немножко отдыхать, и я надеюсь, до встречи. Да, все ваши ссылки будут доступны, вы можете послушать и посмотреть наше занятие в любой момент после его завершения. Ну, все. Какие есть вопросы? Следующий урок. Поддерживайте пенсионеров. И мы будем помогать вам, а вы будете помогать нам. Очень все понятно и доступно. Ну, и очень хорошо, что понятно и доступно. Для этого мы с вами и собрались. Я думаю, что и дальше будет точно так же. Я задумала этот проект именно для того, чтобы рассказать вам мелочи. Книжка моя называется «Большие и маленькие секреты». Можно ли использовать любую штуру? Конечно, можно. Маленькие секреты. Успех любого предприятия, он основывается не на каких-то поверхностных, вот таких вот больших формах, а как раз на тех мелочах, которые приводят вас к этому успеху. Так вот, моя цель – рассказать вам конкретно, искренне и честно, вот эти именно мелочи. Поэтому я так много внимания уделяю и считаю, что торопиться нам никак-никак нельзя. Нам нужно идти с вами в том темпе, в каком у вас не будет в голове каши, а будет вот такое ясное, спокойное понимание. А следом за ним и радость, которую вы будете получать. Хоть так я могу скрасить наши грустные будни в эти дни. И всю эту неделю мы посвятим вот этим нашим занятиям. Если кто-то захочет получить индивидуальную консультацию, я работаю по скайп-сессии, провожу с такими людьми. Пишите, договариваемся со всеми в индивидуальном порядке. Как можно купить книгу? Книгу надо покупать в Алберис. Вот не знаю, как сейчас. Пока кризиса этого не было, все покупали книги в магазинах вашего города, да, и все покупали книги на Азоне, на Литрессе, там, я не знаю, где угодно покупали эти книги. Проще и дешевле всего было купить по интернету. Что сейчас будет происходить, трудно сказать. Никто сейчас не знает, что будет происходить. Ну, ищите, кто ищет, тот найдет лабиринт. Правильно, совершенно верно, вот кто-то подсказывает, да, лабиринт. Девочки, ну почему вы не задаете вопросов? Ну, надо, чтобы у меня что-то спрашивали. Мы для этого этот чат и организовали. Вернее, чат тут есть у нас. Надо еще придумать какую-то форму, как проверять ваши выкройки. В чате их не проверишь. Ну, конечно, может быть, не для всех. У кого-то они сразу будут хорошие получаться. Ну, что-нибудь придумаем. Что-нибудь мы придумаем с нашей замечательной Леной, прекрасной. Она что-нибудь придумает, и мы придумываем за какую-то небольшую плату, как мне вас проверять более детально, более конкретно и более реально. На неделе работаю, буду смотреть записи. Ну, я рада за вас, что вы работаете. Пока все ясно. Ну что, прощаемся. Так, а можно показать живое снятие мерок на следующем уроке? Не получится у меня показать живую, потому что я здесь сижу одна, никого рядом со мной нет, а вот эти вживую мерочки вы можете посмотреть на моем канале YouTube, там, где я снимаю мерки с Лили, со своей подружки. Вот там как раз тоже очень подробно я снимаю мерки, показываю вам, и вы можете спокойно, в свободном доступе это все увидеть. Поэтому считаю, что тратить здесь на это время и силы, я лучше расскажу вам побольше о тех мелочах и нюансах, которые вам нужно знать обязательно, чтобы не сделать ошибок. А можно так. Так, еще вопрос. Я не знаю даже, что спросить. Я начинаю с нуля. Ну и замечательно. У вас чистый лист бумаги, у вас все будет получаться. Главное, точно следуйте всем моим инструкциям. Можно ли сфотографировать свою фигуру, чтобы вы могли оценить ее и выслать свои измерения? Можно, мои хорошие, но это будет индивидуальная консультация. Все-таки индивидуальная консультация требует гораздо больше времени и сил. И мы будем как-то искать какие-то формы с Еленой, да, придумывать, чтобы и этот вопрос я тоже могла вам помочь решить. Кто будет посылать фотографии на индивидуальную консультацию, пожалуйста, фотографируем себя спереди, в трех пропорциях спереди, сбоку и сзади, в спокойных одеждах, облегающих тело, на фоне светлых дверей, там обоев каких-то светлых, полный рост, чтобы фотограф от вас отодвинут был как минимум метра на два с половиной, а то лучше и три, чтобы вы не искажались, формы ваши не искажались, да, и чтобы у вас на талии был завязан шнурочек. Именно так, как нужно это делать параллельно полу, без всяких там наклонов и углов. Ну и потом мы уже отрешаем. Девочки, пролистайте чат, я давала ссылки на видео со снятием мерок. Ага, хорошо. По скайпу тоже платно. Ну, видимо, да, по скайпу тоже будем работать платно, потому что вас очень много, я уже работаю по скайпу, сейчас я вообще перехожу на работу в онлайн. И так же, как в работе оффлайн, у меня расписан был каждый день, я думаю, что в работе онлайн получится то же самое. Я только делаю первые шаги вот на этой неделе, буду с вами, ну, предельно откровенна, и вас достаточно много. И нужно будет выбирать вам и время по расписанию, когда у меня будет свободно для вас время. Ну, и, конечно, это должно как-то оплачиваться. Жизнь и жизнь. Так, ну, все спокойно. Если планируешь шить халатик или только платье. Так, по скайпу тоже платно. Спасибо за все, больно. Если планируешь шить халатик или только платье. А чем халатик отличается от платья, Ирина Витальевна? Ничем не отличается, только застежкой. Понимаете, вот в чем мой подход-то? Именно в том, что, освоив вот эти все методы построения, безликальный метод кроя, да, вы будете шить хоть что. У вас без разницы, халатик это будет, жакетик, платье это будет, или пальто, или плащ, или шуба. Все равно. Все равно что. По верхней одежде типа пальто у вас отдельный курс. Нет, отдельного курса у меня нет. Есть у меня, будет у меня еще не доделана до конца книга, изделие на подкладке. Вот она будет касаться пальто, потому что пальто, как правило, шьется на подкладке. А что касается выкройки для пальто, никаких специальных выкройек просто не существует. Все это укладывается в ту схему, которую, мои дорогие, мы с вами и собираемся вот здесь проходить. То есть метод мой универсальный. Больше того, если у вас хватит, терпения и ничего в нашей жизни интернет будет жить, я научу вас кроить абсолютно все. И детскую одежду, и мужскую одежду. Я планирую провести вот этот курс заочный такой же, по такой же программе, как я провожу свои очные курсы. А кто их посещал, тот прекрасно знает, какой объем информации на вашей бедной головке там окрушивается. И поэтому я хочу это повторить здесь, со всеми мелкими подробностями и замечаниями, которые будут вам только помогать. Ну ладно, больше сообщений в чате никаких не появляется. На этом разрешите откланяться. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Завершаем наш эфир. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова